Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка. Лучшие бюджетные смартфоны 2018 года Смартфонов бюджетного класса сейчас очень много. Китайцы не устают регулярно выпускать новые и новые модели. Компании вроде Sony и HTC поняли, что в этом классе им ловить нечего и отказались от производства недорогих аппаратов. Да и Samsung с LG не спешать радовать обилием конкурентоспособных моделей по низкой цене. А вот крупные производители из Китая плотно засели в этой нише. Компании поменьше трудятся тут еще активнее, но у них не всегда получается. Рынок наполнен смартфонами, которые стоят дешево, имеют неплохие характеристики на бумаге, но на практике не всегда достаточно хороши. Поэтому их рассматривать не будем. А вот лучшие бюджетные смартфоны 2018 года от фирм покрупнее соберем вместе. Итак, мы вам сейчас расскажем о лучших смартфонах ценой до 150 долларов, представленных в массовой продаже. Итак, первый гаджет нашего видеообзора это Xiaomi Redmi 5A. Дешево не значит плохо. Среди лучших бюджетных смартфонов просто обязаны оказаться несколько гаджетов фирмы Xiaomi. Это не потому, что мне они нравятся, а потому что эта фирма действительно лидер в бюджетном сегменте. Итак, Xiaomi Redmi 5A аппарат ценой всего около 100 долларов, но не с плохими для этого класса и с балансированными параметрами. Он оснащен 5,5-дюймовым экраном 16 на 9 с разрешением HD, чипсетом Snapdragon 425, 3,32 гигабайта памяти на борту и есть слот для флешки. За съемку фото отвечает камера на 13 мегапикселей. Вполне обычная для бюджетного сегмента. Батарея на 3000 мАч хоть и не кажется большой, но чипсет тут скромный, разрешение экрана умеренное, поэтому и с автономностью у гаджета все хорошо. Если не рассматривать продукты мелких фирм, которые не всегда удачны, конкурента Xiaomi Redmi 5A найти непросто. Железяка отличная. Продвигаемся дальше. Второй образец нашего рейтинга это Nokia 3.1. Доступный, скромный, современный. Итак, Nokia 3.1 это обновленный бюджетник под финским брендом от фирмы HMD. Гаджет, представленный в мае 2018, можно купить за 150 долларов. За эти деньги вы не получите чего-то особенного, но сбалансированность параметров вкупе с регулярной обновляемой чистой операционной системой Android делает его одним из лучших бюджетников. У смартфона есть экран на 5,2 дюйма, диагональ 16 на 9, с разрешением HD, чипсет MT6750, памятью 2,16 гигабайт, так что скромно, но достаточно для неприхотливого пользователя. Камера сзади имеет разрешение 13 мегапикселей и выдает вполне приличные по меркам недорогого девайса снимки. Спереди имеется хорошая фронталка на 8 мегапикселей. За автономность отвечает батарея на 3000 мАч. Под нагрузкой смартфон не тянет на долгожителя, но в режиме ожидания он держит заряд достойно. Сбалансированное железо наряду с проверенным именем вызывает интерес и доверие к данному смартфону. Двигаемся дальше. Следующий интереснейший аппарат Xiaomi Redmi 5 Plus. Оптимальный бюджетник. Xiaomi Redmi 5 Plus это смартфон, который вне конкуренции в бюджетном сегменте. Найти что-то лучше за 150 баксов у вас, скорее всего, не получится. У гаджета имеется хороший экран на 6 дюймов, пропорции в 18 на 9 с разрешением Full HD. И это офигительный, будем говорить так, плюс. Но еще у аппарата имеется очень энергоэффективный чипсет Snapdragon 625. У продуктов небольших фирм такого нет. Также 3,32 или 4,64 гигабайта памяти. Шустрый сканер отпечатков. Фотокамера смартфона базируется на 12-мегапиксельной матрице с увеличенными пикселями. Наконец-то в серии Redmi появилась хорошая по бюджетным меркам камера. Батарея не изменилась. И это все те же 4000 мАч, достойные мАч, обеспечивающие отличную автономность. Единственное, чего не может хватать в Xiaomi Redmi 5 Plus это NFC. Ну и без данного модуля это один из лучших бюджетных смартфонов 2018 года. Следующий интересный гаджет Vivo Y71. Компактный фаблет. Китайская компания Vivo пока не может похвастаться крепкими позициями на европейском рынке. А потому иногда привлекает аудиторию интересными продуктами по приемлемым ценам. Итак, Vivo Y71 это бюджетный фаблет, представленный в апреле 2018 года как раз из таких. Стоит он около 140 долларов. За эти деньги вы получите невыдающиеся, но весьма интересные характеристики. Итак, смартфон оснащен 6-дюймовым экраном с пропорциями 18 на 9 с действительно тонкими ранками. В частности, внизу. Внутри содержится чипсет Snapdragon 450, который еще энергоэффективнее модели 625. Он дополнен скромными, но еще терпимыми 2,16 гигабайтами памяти. Основная камера имеет разрешение всего 8 мегапикселей, но она очень неплохая. Передний сенсор самый простой на 5 мегапикселей. Батарея на 3360 мАч, хоть и не кажется большой, но экономичное железо не слишком нагружает ее, так что с автономностью у гаджета Vivo Y71 полный порядок. Ну и последний гаджет нашего видеообзора – это Samsung Galaxy J4 2018 года. Доступный смартфон от большого гранда. В этом году Samsung выпустила минимум аппаратов, которые можно назвать настоящими бюджетниками. Итак, Samsung Galaxy J4 2018 года ценой около 150 долларов. Как раз из таких. Он оборудован OLED-экраном на 5,5 дюймов, диагональ 16 на 9 с разрешением HD и чипсетом Exynos 7570. Оперативная память 2 гигабайта, постоянная 16 гигабайт. Примечательная камера на 13 мегапикселей, имеющая апертуру оптики f на 1,9. Столь светосильные линзы обычно не характерны в бюджетном сегменте. Батарея устройства на 3000 мАч, благодаря балансу в железе, выдает хорошие показатели автономности. В эту подборку были включены лучшие бюджетные смартфоны 2018 года по совокупности характеристик. В следующем нашем видео мы продолжим рассмотрение бюджетных смартфонов 2018 года. Следите за выпусками. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера и наш партнер сайт mobcompany.info Сайт о смартфонах и их производителях. Я думаю данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка.